Господа, если вы вдруг собираетесь приобрести новый автомобиль или у вас, как и у меня, после обзора с IPS-ом возникает мысль о сколько же он стоит и как же его все-таки взять зайдите сначала на портал автоспот.ру это то самое место, где собраны цены на новые автомобили от официальных дилеров плюс эти цены еще и с учетом всех акций, скидок и подарков то есть вы просто заходите на автоспот.ру выбираете понравившуюся вам барку и модель и смотрите уже конечную цену больше не нужно ездить по всем салонам и торговаться со всеми подряд если вам понравилось конкретное предложение с вами связывается менеджер автоспота ведет за вас всю суету по переговорам с салоном далее вы просто приходите к этому же официальному дилеру оплачиваете машину и забираете ее, как при обычной покупке только больше ни с кем не надо торговаться и клянчить скидки автоспот.ру, все ссылки на этот портал я оставлю в описании под этим видео господа, как вы знаете, я очень люблю V8 у меня есть атмосферный V8, у меня есть компрессорный V8 у меня есть два турбовых V8 но сегодня мне выдали автомобиль, в который даже невозможно заправить бензин в его двигателях невозможно поменять масло или свечи их невозможно чипануть у него нет управляемого выхлопа и сегодня я буду понимать, что же вообще можно сделать с тем что некоторые называют электромобилями Jaguar I-Pace, господа, мы начинаем мы с тобой, мы с тобой, два билета на пароль мы сзывали до утра я не умрую, но он ждет, что меня и горят что я тихо за сон, на крови, но я вчера решила не видеть, кто от петухи на руках, за воду мостом предлетитая вода очень хорошая вода, кто не видит петли потеряет душу, но увидим, что там там медуза, 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 медуза говорят, что когда вы покупаете электромобили вам нужно гораздо больше думать о том, где достать зарядку там лимиты пробега и так далее поэтому пытаемся провести с автомобилем стандартный тест на дурака что это значит? допустим, я упоролся, я вот сел, я завел автомобиль ну, вернее, включил его, в данном случае в нашем он не заводится я нажал кнопочку D я нажал поехать я открыл дверь и что-то я решил выйти, короче и он продолжает ехать то есть, и причем он едет и разгоняется, самое главное, да? и я даже могу закрыть дверь стой то есть, в принципе, можно делать страшные вещи погоди, погоди, погоди мне кажется, у Ягуара все в порядке, да? ну, все по плану происходит благо у нас еще пока не закрылись замки погоди, погоди куда мы едем? кто-нибудь в курсе, нет? я смогу открыть багажник на ходу? погоди, я упоролся тихо-тихо-тихо-тихо-тихо не, багажник на ходу не открывается слушай, она мне нравится то есть, мне прямо совершенно комфортно едешь погоди, ну-ка я могу поворачивать? да, я могу поворачивать блин вы знаете, походу в нем реально нужно думать потому что, если вы не думаете вам будет очень весело что, глушим на ходу? давай, старт-стоп да, заглушилось и нейтралку выбило и ручник выскочил ну, она подвела потому что, когда я закрыл дверь и меня не было внутри она должна была закрыть замки и убрать ручки это был бы идеальный расклад в данном случае молодец хорошая тачка поехали динамический режим и, в принципе, это все далее мы едем типа, даже что-то ланча, наверное, есть ну-ка непонятное абсолютно ощущение 4.8 и все и соточка что-то, я так ощущаю, что аж морда 4.9, да 4.9, 4.8 лучше ну, паспорт блин, не так обычно мы снимаем разгоны до 100 да, 5-секундные вообще не так это всегда это как бы вот прямо а здесь как бы, ну да быстро вообще ничего не скажешь прямо пушка вот прям реально так, конечно, непривычно ну-ка, смотри аж шлифануло приход-то просто молниеносный какая-то вообще компьютерная игра да, просто что-то там прямо такое ощущение, что сейчас в конце мультик покажут да, звук, конечно, у него специфический такой необычный, интересный какой-то совсем компьютерный такой ощущение, что он слева идет, по-моему, даже ну да, это необычно и интересно но как бы в формате это как кино смотришь вы знаете, немножко покопавшись в интернете я установил, что эта машина может ездить в межгород по крайней мере, данный экземпляр точно несколько раз совершил путешествие Петербург-Москва попутно они заряжались на бензиновых заправках, которые установили у себя электрические зарядки мне эта теория показалась интересным и я решил так же, поверив в себя, отправиться за город более того, я залез в карту, чтобы посмотреть, где ближайшая зарядная станция и она нигде по пути не будет ни одной зарядной станции таким образом мы получаем то, что у меня есть 200 километров запас хода и еще как минимум 6800 нам нужно будет как-то проехать но, поскольку я достаточно хитер, чтобы ездить на электромобиле я и достаточно хитер для того, чтобы взять электричество в буквальном смысле из воздуха у меня есть план мы с вами оказались на том месте, где обычно тусуются дальнобойщики на каждой трассе есть такое расширение, знаете, где еще находятся кафешки и пока где-то там водитель ушел и ничего не подозревает и сейчас будет за обе щеки накидывать соляночку и пирешку с котлеткой мы будем совершать некие противоправные действия, но они довезут меня в любую точку этой страны ага, ага, ага дальше в атмосфере жесточайшей секретности все, что нам остается это ждать, пока ничего не подозревающий водитель доест солянку, придет и начнет движение в Крыжопль а мы будем ехать за ним, ну и смотреть кино у меня увеличивается километраж, уже увеличивается километраж вау, чардж, смотрите, какая рекуперация идет, зарядка это просто офигеть мы не просто едем, но еще и заправляемся на ходу вообще уже 222 километра остаточного хода он заряжается за каждый километр еще дополнительно на 2 или 3 километра хода вот это электротехнологии сейчас я просто беру и нажимаю педаль тормоза а когда я нажимаю педаль тормоза, первым делом вступает в силу рекуперация и колодки еще не тормозят я сильнее продавливаю тормозы это полностью зарядка офигеть, сколько он будет заряжаться это просто невероятно вот это I-PACE вот это технологии вот так слабо так, стойте она поворачивает это был мой поворот и я, кажется, не продумал, что ведь теперь надо как-то отцепиться а я еду в машине, которая пристегнута к фуре которая может не остановиться еще 500 тысяч километров именно так мы поняли, что нужно искать новую дорогу в целях экономии электроэнергии мы решили не использовать штатную навигационную систему и поехали по бумажным картам вы знаете, мы стали забывать, как красива наша страна и да, эта дорога не так быстра, как если бы мы ехали по асфальту зато мы увидели гораздо больше несмотря на то, что у нас до разряда остается семь шесть пять четыре три два один нам остается последняя горочка я уже вижу огни крыжопля они где-то там впереди давай, тяни, Яшка, тяни, 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 тяни немного стрем новато оттолкнусь от дерева так, он совсем садится он перестал реагировать на газ тихо, тихо, тихо все, газа нет газ не работает реверс не сработает нажмите педаль тормоза нажал что, пробуем заглушить и попробовать включить заново перезагрузка и нет остановитесь в безопасном месте выключение автомобиля обнаружено неисправной системе зарядки поздравляю вас, господа она села все-таки это возможно а она очень долго боролась она на нуле проехала километров цать в общем, ну и она заново вытаскивает ручник и все, ничего не сделается мы можем даже включить реверс она все равно выдернет ручник и это был газ в пол можем включить нейтраль но, сами понимаете, здесь уже точно газ в пол парктроник еще работает подогрев руля еще работает и подогрев сидений еще работает все в порядке значит, можно ночевать здесь вы думаете, что я испуган? но у меня вечер только начинается сейчас все объясню многие из вас сейчас справедливо решат что мы находимся в некоторой беде потому что мы на электромобиле разрядились в пяти километрах от крыжопли и нам абсолютно нечего делать на самом деле израсходовать заряд или израсходовать запас топлива вы можете абсолютно на любом автомобиле я как человек, который любит ездить на лампочке с нулем километров можно и на бензиновом автомобиле точно так же встать обычно в этих случаях вы звоните другу и он привозит вам канистру с бензином или она у вас уже есть с собой если вы знаете, что едете далеко и она у нас тоже есть с собой далее как все мы уже точно помним эта штука будет заряжаться со скоростью 10 километров остаточного пробега в час короче у нас куча времени и я еще никогда не смотрел что находится под этой крышкой я должен сказать что компания ягуар весьма изысканно в понятии максимальная комплектация мне сегодня прольется белой ножке в оконце лучик листера пыли доброе утро мне сегодня знаете что я считаю что мы что-то стали забывать все вот это вот романтику я в походе честно говоря не был уже наверно а то и больше хорошо как а тут смотрите если бы не ягуар да я понятия не имею когда бы я еще вот так посидел у костерка с миском а там сзади у нас тарахтит генератор и заряжает драгоценные километры кайф слушайте прямо жизнь начинается кстати огромным преимуществом и пейс является то что печку в нем и зажигание можно включить прямо тот момент когда машина стоит на зарядке то есть я буду спать в абсолютном тепле и спокойствии бензина в генераторе осталось еще наверное часа на три так что как светит проснемся узнаем сколько у нас осталось остаточного хода и вперед в крыжопы спокойной ночи шесть гребаных часов утра автомобиль зарядился на пятьдесят три километра пора вставать ягуарчик как бы то ни было решение как вы сами видите может найтись всегда осталось нам только получается сложить зарядник и дальше нам оставшихся 50 километров вполне хватит на то чтобы доехать до самого крыжопля спасибо ягуар да и так и гуара и пейс является действительно стильным модным оволоков электромобилем который действительно привлекает взгляды людей он едет до сотни за 48 он может проехать даже подо мной без подзарядки 310 320 километров это много при том что я сколько езжу он может заряжаться на общественных станциях он может заряжаться от вашей розетки 220 вольт он очень много чего может и сегодня он даже смог доехать до крыжопля но при этом несмотря на все усилия которые приложила компания ягуар к созданию этого автомобиля он по-прежнему остается электромобилем и в моем понимании он не является полноценным потому что мой автомобиль допустим может сейчас донести меня в любую точку мира если я захочу если у меня будут на это время и деньги этому автомобилю для этих же целей понадобится несколько лет потому что на его подзарядку у меня уйдут те самые года которых с каждой минутой моей жизни остается все меньше и я не хочу их тратить на зарядку и этого электромобиля плюс я поговорил со всеми знакомыми женами всех своих знакомых а жена как вы знаете это тот человек который относится к автомобилю с точки зрения что эта штучка на которой нужно доехать до магазина так вот никто из них эту штучку заряжать менять свои маршруты для того чтобы проехать через зарядку и как-то в целом перестраивать свою жизнь под эту машину не хочет то есть электромобиль это та машина которая не для тех людей которые воспринимают машину просто как машину электромобиль это другой образ жизни это в определенной степени заморочка поэтому я считаю что несмотря на то что компания ягуар попыталась гладить все возможные углы от обладания электромобилем они все-таки остались огромное ему спасибо за то что у него все-таки это получилось за то что за те 10 дней пока я был с этой машиной у меня действительно поменялось сознание и я точно понял что мне нужно и в 8 даже слезла с пьедестала то есть электрическая тема это все-таки очень круто и благодаря именно инженерам ягуар я даже ярый приверженец в 8 это понял но надо чуть подождать огромное спасибо что смотрели это видео огромное всем удачи и пока